Спустя три недели и 10 тысяч километров мы в Магадане! Еще недавно самарский путешественник колесил по миру и наслаждался знакомствами с новыми местами и людьми. Алексей Жирухин странствует уже больше 10 лет. Успел пожариться под палячим солнцем в пустыне и замерзнуть среди арктических льдов. И потому, когда границы закрыли, Алексей немного расстроился, но ненадолго. Я путешественник и проехал 55 стран мира, о чем рассказываю в своем блоге «Путешествие со смыслом». Сейчас, как никогда, очень важно побыть дома, и я сделал небольшой фотопроект, который показывает, что путешествовать можно даже по квартире. Итак, выбираем, куда же нам сегодня поехать. На идею вдохновила картинка-мем, гуляющая по сети интернет. Насладиться завтраком в ресторане, заглянуть в музей и провести вечер в баре – все это не выходя из дома. Квартира условно поделена на несколько зон. Любое путешествие начинается с самолета. Слетаем куда-нибудь, сделав фото около стиральной машинки. Физкультура с самого утра для настоящего спортсмена – место, где заниматься, значения не имеет. Дальше у нас по плану тренировочка. Лыжный зимний сезон закончился, поэтому переходим на велосипед. Будем крутить педали. Устал? Отдохни. Потом немножко отдохнем на пляже с нашими такими вот пальмами. К сожалению, все кафе и рестораны закрыты, поэтому будем завтракать и обедать на балконе. Дальше пища для ума. Обязательно и культурная программа. Сходим в музей современного искусства. Он находится у нас в спальне. На этом домашнем курорте есть место и для вечерних развлечений. А вот мой индивидуальный бар. Здесь можно вечерком опрокинуть в курочку чая. Самоизоляция – это не приговор, уверяет Алексей Жарухин. Дома лучше и безопаснее, чем на улице. Главное – включить фантазию. И тогда скучно точно не будет. Мария Левина, События. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова